Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Сейчас у нас в гостях Сергей Дадонов, депутат Государственного Совета Республики Крым, директор Крымского Агротехнологического Университета. Сергей Владимирович, здравствуйте! Сергей Владимирович, с 2013 года в России работает программа модернизации образования. До 2020 года она распланирована. Расскажите, пожалуйста, об этой программе, потому что крымчанам наверняка с ней тоже придется в скором времени иметь дело. Основные этапы программы образования, то есть рефриформирования, это прежде всего они направлены на четыре основные цели. Первое – это улучшение материальной базы, это совершенствование качества преподавания, это улучшение или стимулирование работы педагогов и это гарантия трудоустройства выпускников высших учебных заведений. На что направлено, прежде всего, материальное обеспечение – это совершенствование условий обучения, то есть развитие спортивных залов, это компьютеризация школ, это утепление. Что касается повышения или улучшения условий работы преподавателей, прежде всего, это гарантирование достойного заработка, дохода, это повышение квалификации, то есть нам необходимо сегодня ознакомиться со стандартами, которые сегодня существуют в Российской Федерации. Ну и что касается качества выпускников, то это взаимодействие с работодателями для обеспечения соответствия ожидаемых результатов и тому, что мы выпускаем, в конце концов, из ВУЗа. Когда Вы говорите об оздоровлении материальной базы, подразумевается, средства какого происхождения? Это поиск инвесторов со стороны, либо это государственные деньги, либо ВУЗы сами будут зарабатывать деньги? Под источниками финансирования, улучшение материальной базы, это прежде всего, конечно, средства федерального бюджета. Сегодня существует программа, федеральная целевая программа по развитию Крыма, и там предусмотрены определенные средства на то, чтобы изменить и дошкольное образование, и общее образование, и высшее образование. Но для ВУЗов, которые обеспечивают высшее профессиональное образование, дополнительным источником финансирования являются собственные доходы, которые должны ВУЗы обеспечить. Это могут быть доходы и от научной деятельности, прежде всего, это могут быть коммерческие доходы, поступающие от оплаты обучения студентами, обучающимся за средства физических и юридических лиц. Вот такие источники, в принципе, предусмотрены. В отношении инвестиций, имеется в виду хозяйствующих субъектов, я думаю, что это тоже возможно. Сегодня есть примеры, их достаточно и среди дошкольного образования, и общего образования, то есть школ, когда регионы, которые сегодня являются курирующими за районами Республики Крым, осуществляют свою помощь, предоставляют и компьютеры, осуществляют ремонт. То есть таких примеров сегодня достаточно. Для высших учебных заведений, здесь я бы сказал, что возможность есть создание так называемых малых инновационных предприятий, где, опять же, в качестве вложения в ВУЗа может использоваться интеллектуальная собственность, то есть запатентованные изобретения, полученные лицензии, и это будет вкладом в деятельность таких предприятий, и оттуда мы будем получать определенные доходы в виде процентов, что ли, от вложения этих интеллектуальной собственности. Вы говорите о том, что ВУЗам придется зарабатывать. О каких суммах идет речь? Хотя бы в год? Миллиард, 10 миллиардов, полмиллиарда? Тут нет пределов. Чем больше, тем лучше. Но я бы хотел сказать, что у каждого ВУЗа есть своя целевая программа, есть свои поставленные цели и задачи. И если мы будем говорить о Крымском федеральном университете, в который входит и наш агротехнологический университет, то поставлена задача к 2020 году обеспечить поступление от науки в пределах одного миллиарда рублей. Это достаточно большая сумма. Как научить крымские ВУЗы зарабатывать? Они раньше никогда этим не занимались и не умеют этого делать. А до 2020 года не так много времени осталось. Предполагаются какие-то курсы, мастер-классы? Что это будет за программа? Нет, в мастер-классе курсы здесь, я так думаю, что неуместны. Здесь больше необходимо сразу с первых лет, даже с первого года, можно сказать, что с завтрашнего дня, осуществление целенаправленной программы. То есть, первое на первое, это конкурсный отбор проектов, которые подаются для финансирования. Эти проекты действительно должны иметь будущее с точки зрения окупаемости. То есть, не просто, можно так сказать, наука ради науки, для того, чтобы мы сделали какой-то анализ, а наука ради вложений, ради получения новых технологий. Ради результата, который будет служить интересным общественным пользователям. Имеет экономический и социальный эффект. Вот эта наука будет финансироваться прежде всего. И тогда, когда мы будем действительно так рационально тратить денежные средства, мы будем получать достаточное количество денежных средств от дачи, от вложений в науку. Когда вы говорите о том, что программа модернизации образования предполагает в том числе какие-то перемены вот в такой отрасли, как качество образования, подразумевается в том числе и умение преподавателя заниматься своей работой так, чтобы эта работа приносила пользу университету? Ну, я думаю, что да. Прежде всего, преподаватель сегодня должен научить студента, можно сказать, учиться. То есть мы должны, мы с вами реально понимаем, что наше обучение не заканчивается с того момента, как мы получили диплом и вышли за пределы вуза. Обучение идет постоянно. Здесь важно привить студенту и выпускнику будущему возможность самообучения. Для этого существует куча методик. И должен стремиться наш выпускник не бояться повышения квалификации, наоборот, их искать и так далее. Почему? Потому что, ну, скажем так, что, да, повышение квалификации, оно стоит дорого. Но эффект значительно выше от тех затрат, которые мы связываем с повышением квалификации. Что должен изменить себе преподаватель для того, чтобы обеспечить качество выпускника? Я так думаю, что прежде всего мы должны найти тесный контакт с работодателями. Мы должны уже сегодня понимать, что компетенции, которые мы закладываем в подготовку выпускников, они должны соответствовать первоочередным требованиям сегодня работодателей, которые хотят видеть выпускника уже готово. Чтобы не звучала фраза, когда вы пришли на производство, и вам говорят, забудь все, чему тебя учили, теперь мы будем делать вот так. Это надо начинать уже с разработки образовательных стандартов, то есть начиная уже с сегодняшнего дня, когда мы их утверждаем. То есть речь идет в том числе и о преобразованиях учебных планов, без которых вот эта вот работа невозможна? Да. В отношении учебных планов тут с вами согласен и поддержу. Есть такая тенденция, что если в учебных планах в Украине у нас с вами было примерно 30% выборочной части, сегодня наоборот 30% нормативной части, то есть дисциплин обязательных, для изучения во всех вузах, всех факультетах вне зависимости от региональности. Да, изначально. А уже 70% это получается вариативная часть, вариативная составляющая, которая сегодня предлагается самостоятельно вузами. Но я еще раз повторюсь, вместе с работодателями. Вы депутат госсовета, наверняка с другими коллегами, с другими ректорами вузов общаетесь. Насколько крымские вузы готовы к этим новым стандартам работы и образования? Я хочу сказать, что готовы. Готовы только потому, что есть желание. И готовы потому, что сегодня мы, общаясь с нашими коллегами из вузов Российской Федерации, обсуждаем, изменяем и привлекаем самое новое. Я скажу даже так, что сегодня, когда наши приезжают и участвуют, наши имею в виду крымские педагоги, приезжают и участвуют в учебнометрических объединениях Российской Федерации, нас все спрашивают, куда вы спешите? Мы говорим, ну, нам сразу необходимо включиться. То есть мы по некоторым параметрам даже сейчас опережаем наших коллег, которые уже работают по этим определенным стандартам, а мы хотим сделать новое, новое, новое. Они говорят, не спешите. Но в то же время существуют требования для нас, для Крымского Федерального Университета, в следующем году, в 2015-м, подтвердить аккредитацию. Поэтому нельзя не спешить. Надо спешить, но делать все качественно и обстоятельно, чтобы потом не менять уже в пути, как говорится, намеченную программу. И конейной переправе тоже. На этих словах разрешите закончить наше общение. Поблагодарите вас за ваши ответы на наши вопросы. Пожелайте удачи в работе. Всего доброго. Спасибо. Ну, а мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова